Глава региона Александр Цибульский сегодня посетил детскую поликлинику. Он оценил ход реализации первого этапа проекта «Бережливая поликлиника», который запущен в текущем году. Инициатива, являясь частью мероприятий национального проекта здравоохранения, призвана сэкономить время пациентов и врачей. Также Александр Цибульский посетил два кабинета детской поликлиники, в которых проведена модернизация оборудования. Детская поликлиника встречает пациентов в обновленном виде. Холл лечебного учреждения зонирован, появился администратор и открытая регистратура. То есть теперь между регистратором и пациентом нет разделительного окна. Специалисты работают, не отвлекаясь на звонки. Также закуплена новая мебель и установлены различные электронные информационные табло. Глава региона обратил внимание руководства профильного департамента на то, что в рамках первого этапа необходимо было провести и косметический ремонт первого этажа поликлиники. Эффекта нет того. То есть это же во многом бережневая поликлиника не только удобно, это же ощущение пациента. И вот когда человек сидит там и ждет своей очереди, болея в хороших условиях, у него и ощущение другое. Мне кажется, что надо сделать ремонт. Хотя бы в поле, в ходу, в руку сделать нормально. Это же для детей, вот так они воспринимают. Это же несложно было. В ходе посещения медицинского учреждения Александр Цибульский посетил и врачебные кабинеты. Врач-отоларинголог Александр Сафонов рассказал о новой установке, которая была приобретена и поставлена в поликлинику в этом году. После сегодняшнего дня модернизация вот этим оборудованием, а это лоркомбайн, его еще называют лорустановка, по аналогии с установками стоматологическими, позволила предсвязить условия работы в кабинете лор к европейским стандартам. То есть это оборудование хорошее? На сегодняшний день, да, обеспечивает все возможности полной диагностики и лечения, вплоть до микрохирургического, амбулаторной хирургией, вернее, заниматься в условиях одного кабинета. При этом система является модульной, то есть при необходимости ее можно докомплектовать и расширять виды оказания медицинской помощи. Второй кабинет, где было обновлено оборудование – кабинет УЗИ. То есть тут можно смотреть все – и брюшную полость, и почки, и щитовидную железонку, и в том числе и сердце. Такой универсальный аппарат. Ну я имею в виду, что в своем классе это хорошее, это инженер-электрик, это Sony. Да, и вид. Они больше как на кардиологу специализируются, но в том числе и все остальное. То есть смотреть хорошо. По словам врача УЗИ Романа Михеева, высокотехнологичное оборудование сменило на посту своего предшественника, на котором работали с 2004 года. Это позволяет получать более четкую картинку ультразвукового исследования даже у самых непосредливых пациентов. Сегодня основная проблема – это, конечно, постановка диагноза. То есть методики лечения, они существуют годами, и они редко меняются. А вот самое главное – правильно поставить диагноз. И модернизация замены оборудования, конечно, позволит врачам более качественно и более точно ставить диагнозы, чтобы потом дальше продолжать лечение. По итогам посещения поликлиники глава округа Александр Цибульский заверил медработников, что власти региона готовы и дальше оснащать детскую поликлинику современным оборудованием, обеспечивая внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику.